Каких-либо противоположений, каких-либо полюсов, каких-либо контрастов, оно именно едино. И поэтому строить религию без чувства единого невозможно. И христианство это момент учитывает, но как-то вот он ушел в тень этот момент. Потому что троица, она как бы вышла на первый план. Это то, что говорит о никакой неупрек, это просто констатация факта. Христианство, безусловно, монотеистическая религия. Но, понимаете, какая ситуация сложилась? Мы говорим, что три ипостаси равна честно, что три ипостаси равноправно. А вот так получилось, что первая ипостась как бы ушла в тень. Неправильно, неправильно. И я восполняю с помощью индийской философии вот этот дефицит знания о Боге Отце. Брахман, он начало творческое. Брахман, это и есть творец. Брахман, конечно, отец всего. И это вполне совместимо. Это тоже как бы два потока, которые друг в друга входят. И где надо не взаимодействовать, и где надо не расходиться. Потому что, конечно, веданта, она имеет свой понедельный аппарат. Она декадеет к чему? Веданта декадеет к тому, чтобы пренебречь иллюзорной множественности мира. Это майя для него, да? Для ведантиста. А вот выйти на единое. Христианство, наоборот. Христианство, оно ценит многое. Оно культивирует многое. Многое это жизнь. Многое это софийное творение Бога. И не нужно там многое свертывать обратно в мировую нулю. Пусть оно процветает, пусть оно преображается. Сейчас оно это многое испорчено. В нем вот привело черноточены греха. Отсюда смерть, антропия. И так далее, и так далее. Очень разные сцены созданы. Но тем не менее, тем не менее, все здесь можно понять и сонесить друг с другом. Хорошо. Ну вот веданта, да? Если взять буддизм. Ну я хочу сказать, что вообще индийские философские системы, они имеют очень сложные внутренние связи. Это понятно. И буддизм во многом близок к веданте. Ну вот Борис Венедович Свердлов, который переводил там Ахабхаратова, о котором я в прошлом раз рассказывал. Он просто специально занимался доказательством того, что Брахмана Веданте и Нирвана Буддизма это одно и то же. Нирвана это и есть единое. Я написал три книжечки про буддизм. Мая Махая, Кинаяна, Мая Махаяна и Дзен Буддизм. Это очень разные формы буддизма. Вот я сейчас об этом немного скажу. Почему мне нужна Кинаяна? Кинаяна это наиболее ранняя форма буддизма. Это та форма, которую отдал лично Будда. Будда, да. Будда – великий мыслитель. Будда понял, что существует некое колесо перерождений, колесо сансары. И в этом колесе мы как пленники. Мы замкнуты внутри мирового цикла. Наша душа перевоплощается от жизни к жизни. И вот Будда впервые ощутил, что это негатив. Для раннего буддизма характерны негативные отношения к идее перевоплощения. Реодикарнация – это что? Это умножение скорбей. Главное у Будды – это ощущение того, что мир страдает. Что мир есть в боль. Быть больно. И вот что такое Буддизма – это такая своеобразная анестезия через нирвану. Нирвана – это абсолютные нули, это абсолютный холод. И вот Будда считает, что надо остановить колесо сансары на нулевой отметке, на точке нирваны. Почему Будда вот так отнесся к идее перевоплощения, которое потом она получит новую жизнь, скажем, в Махаяне – это идея. А потому что как раз в это время что происходило? Человек начал осознавать себя как личность. Человек ведь не сразу стал личностью. Но когда появилось первое лирическое стихотворение? Только в шестом веке до нашей эры – это софо. А что такое лирика? Это лирика, когда пишет стихи не эпик. Эпос он как бы безразличен к чувствам, к личностям и своеобразиям. А пишет стихи кто? Неповторимая женщина – софо. Вот она такая. У меня такой внутренний строй души. Поэзия тонко отражает. А хорошо, если я личность, я должен перевоплотиться в другом человеке. Это же будет другая личность. Хоть убейте меня. Душа-то в человеке предельно индивидуализирована. Личность – это комплекс тела, души, духа. И быть в другом теле – это значит быть внутри тюрьмы. Это не мое все. Вот Будда-то понял. Будда-то понял. И он решил, что лучше отказаться от перевоплочения к Тиму Нербану. И решение, конечно, очень пессимистическое. Очень такое минорное. Суровый, холодный, хидаяне. Я ныне утверждаюсь неспроста. Наивная это вера, упование. Все фикция, иллюзия, счета. Я долго пребывал в самообмане, что человек, он круглый сирота. Нет Бога ни в сансаре, ни в Нирване. На месте Бога только пустота. Поэтому в себе ищи опору. На небе не найдешь авторитета. Был Будда-человек совсем не Бог. Вот переход, подобный коридору. В его конце ты не увидишь света. Перед тобой обрыв земных дорог. Вот у нас в России очень такое поверхностное впечатление о буддизме. Я думаю, что Кинаяна сохранилась в очень небольших масштабах, в отличие от Бахаяна. Вот. Это факт. И часто случается ошибка. Будда и приветствует за то, что он никогда не мог сказать. Буддизм в это время крайне разноклановое, крайне разношерстное. Будда был нигилистом. Будда был пессимистом. Будда был скептиком. Хотя в Тужей был великим гуманистом. Потому что он понял, что такое сострадание, что это любовь, наоборот, наоборот, за христианство. Так. Вот. Он понял, что страдание – это основное. И он хотел это страдание как-то умерить. Преодолеть. Страдание – это наше состояние. Страдание – всюду мухой надрыв. Страдание – энтропия, нарастание. Страдание – не вижу перспективных. Не буду читать это весь гиперсонет. Здесь сколько раз повторяется слово «страдание»? Много-много раз, да? Двадцать один раз слово «страдание» повторяло. Вот. Хорошо. Значит, уйти в нирвану – это значит уйти в небытие. Небытие, так? И для Будды это был уход абсолютный, непреложный, необратимый. И это надо принять как истину. Ну вот, пожалуйста. В этой книжке Хинаяна есть три соната нирванова Хинаяни. А вот потом он прочитает три таких же соната из книги Майяма Хаяна. Что этот мир? Высокая волна. Промерили крутую амплитуду. Сегодня жизнь энергия полна, и все ж своей тревоги не избуду. Нам доля угасания суждена. Тот давний всплеск, он был подобен чуду, но все вернет обратно глубина. И первым призовет к покою Будду. Оставь заботы, мускулы расслабь, закрою глаза, останови мышление. Ты долго жил в плену самообмана, но посмотри, как переходит в рябь слабеющая и из-под волеволнения. Итог прозрачен. Полная нирвана. То есть для Будды мир да волна, она поднялась, она очень беспокойная, и там больно в этом волнении. Но все уляжется. И это будет нирвана. Это будет ничто. Или вот второй, нуль. Упала энтропия до нуля, исчезли все различия и перепады. На полное забвение суля погасли и геады, и плеяды. Где солнце, где Венера, где земля. Не надо сожалений и досады. Уже и Елисейские поля остались за спиной. Или у нерады проститься и с печалью и с тоской. Не будет больше суетного мира, гасившего любые озарения, что впереди. Незыблемый покой. Нирвана. Нет надежной нивидера. Нирвана. Полнота всерастворения. Вот великий опыт Хинаиан. Почему он нужен мне как христианину? Обязательно нужен. Вот мы говорим про цель христианства. Цель христианства какая? Теозис. Как сказал Афанатий Александрийский. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Гениальные слова. Иссихасма и есть опыт. И вознесся опыт нашего обожжения. Но это то, что никак нельзя опередить. Никак нельзя форсировать. Это дается через благодать. Это дается через труд. Через молитву. Почему-то все, говоря про Иссихасм, упускают важнейший его момент. Важнейшую его фазу. Афанатова заключается в том, что восходящий к Богу, прежде чем он должен взойти к горе, обязан опуститься долу. Обязан опуститься вниз. Стать ничтожеством. Вот слово ничтожество. В русском языке здесь семантика понятная какая. Тут есть элемент презрения. И понятная семантика. Но, друзья, это великое слово. Ничтожество. Это слово ничто. Уничтожение. Обязательно Иссихасм, молчальник, старец должны пройти через это. А что такое уничтожение? Это полное предварение нашего множественного мира. Полного страдания. Это и есть соприкасание с нирваной. Уничижение. Стать ничтожеством. И это условие того, чтобы он стал Богом. Ну, я бы слово так, да? Вот это звучит, конечно, странно, но я утверждаю, что все наши великие иссихасты и Сергей Радонежский, и Сергей Мцаровский, они знают, что такое нирвана-хина-яна. Обязательно. Если бы они этого не знали, они не достигли бы Бога. Конечно, они никогда этого понятия не использовали. Конечно, там другая терминология. А может, и вообще нет. А Екатерин сказал, что надо пройти через оничин. Это уничижение. А как говорил Хайдегер, вот, это прекрасный перевод с немецкого, такого слова нет в русском языке, вот, надо себя ничтожить. Ничтожить. Это глагол образованного слова «ничто». Вот это такое ничтожение, оно и есть основа именно первой волны буддизма. Это буддизм Хина-яна. Вот видите, как я применил для себя христианство и буддизм. Ну, религии это делали по-другому. Хорошо. То, что я вам говорю, вот этого я не прочтёте, кроме того, как в моих книгах. Это нельзя вот эти вещи опровергнуть никак, понимаете. Просто это, конечно, звучит очень так, немножечко апатажно, потому что христианское сознание обороняется, как так нам вдруг привезут буддизм, потому что будет ясно, что цели у христианства и буддизма противоположны. У Хина-яне это уход в ничто, у христианства это преображение мира и спасение его. И тем не менее, вот есть такая тайная, тайная гармония между этими религиями. Тайная, глубинная. На этом глубинном уровне они соединяются. Не поднимают это взаимодействие. И я не понимаю, что в том, что вот когда, на счёт этих астов, стали усваивать молитвенный опыт, так, ну, это когда началось. Ну, вот началось, может быть, в четвёртом веке нашей эры, а получило такую уже планомерную форму позже, седьмой, восьмой века, так. И они читали очень много восточных книг. Очень много. И, может быть, в изложении как-то. Но то, что христианство питало в себя мистический опыт буддизма, веданты, это несомненно. Но этот опыт был переструктурирован, переоформлен. Хорошо. Махаяна. Махаяна. Ну, Махаяна – это тот самый буддизм, которого мы знаем через религия, скажем, да. Он совсем не похож на Хинаяну, хотя это, в общем-то, всё-таки это одна религия. Вот. Махаяна как бы меняет знаки, инверсирует то, что было у Будды. Вот это интересно. Хинаяна и Махаяна – это как бы левый и правый полушарий. Мы в прошлый раз развивали аналогию. Или как призеркали и зазеркали. Но я не буду здесь проводить все эти линии сравнения. Скажу только кратко, что в Махаяне полностью реабилитированной идеей метапсихоза. Больше того, в этой идее внесена новая нота. От влачения к влачения человек может совершенствоваться. Да? Это хорошо, что ты перевоплощаешься. Так? Если для Будды это был минус, то теперь это плюс. И мы знаем, что вот этот момент, он был усилен Блавацкой. Блавацка, собственно говоря, его впервые отреликсировала. Потому что Блавацка была женщиной европейского сознания, европейского мандаритета. Она увлекалась современной ей философией. Это, прежде всего, был Спенсер с его идеей прогресса. Блавацка соединила идею реинкарнации с идеей прогресса. И это главная нота теософии. Но в плане, так сказать, значит, корреляции между теософией буддизма, буддизм, надо сказать прямо, что имеется в виду Махаяна. И, конечно, религи тоже, пусть Лававацкой, они не шли, отталкивались до Лававацкой, они тоже вот исповедуют буддизм как Махаяну. Это раз. Второе. Нирвана, нирвана Махаяни получает тоже другой знак. Нирвана это полнота осуществления. Нирвана это блаженство, блаженство. Это состояние положительное. Если у Будды это нуль, ну да, ну можно сказать о блаженстве, смерти, блаженстве умирания. Да, пожалуйста, да. Но ведь мы-то понимаем, что в нирване никто и ничего не чувствует. Тогда как Махаяна именно культирует это состояние эйфории, это состояние блаженства, это состояние экстаза. Ну вот, пожалуйста, Нирвана Махаяни повеяла из венчика шифрана апреля благодатью и весной. И это обнаружилось нирвана, ее мы явно чувствуем весной, когда благоухающая прана мир наполняет воздух, как хмельной. Сегодня радость вовсе невозбранна, вся жизнь во мне, все сущие со мной. Кто я сейчас? Такующая птица, но я прорастающая мята. Этот мог, этот березняк, вся бесконечность сможет уместиться в моей душе, в истину крылат она собой объемлет. Зодиак. Это восторг, восторг вселенского чувства, восторг вселенского сознания. Все это идет от Махаяна, если мотивы столь характерны для эзотерики. точка зрения. Я изменил не мир, а точку зрения. Ибо я теперь углублено, я прозреваю светозрение. Нирвана и сансара суть одно, как иллюзорно наше разделение. И дверь вдруг исчезает, и окно испытываю радость единения. Мне слиться с беспредельностью дано. Везде нирвана, запахи левкоя, самозабленным пением и самобиином. Ведь не здесь не вам шелестеракит и достигаю полного покоя, теряясь безусловным и единым. Я здесь в лесу, но я шуньят и слит. Понимаете, да? Сама шуньята становится какой-то наполненной это пустота. Это вот начальная так сказать стадия бытия или предбытия или небытия как угодно. Вдруг это небытийно становится сверхбытийно. Понимаете, да? Вот. Я вот так сказал, нирвана-махаяна это небытие, а нирвана-махаяна это сверхбытие. Но, видите, надо их брать вместе, нирвана-махаяна-махаяна-хинаяна. Это тоже как бы две грани одной системы. Но про дзену я говорить не буду, потому что дзену это вообще-то китайский, японский вариант буддизма. Вот. Да, это японцы вот, знаете, они заимствовали из Китая, конечно, часть буддизма. Но вот как они все переработали, это потрясающая переработка. Да. Лег свет Японии на буддизм, и буддизм стал неузнаваем. ткан, сады камней. Это же какое-то чудо, правильно, да? Это какое-то чудо. Вот. Сатриэнзи, творение поэта, заложен в нем таинственный магнит. Знак вечности ее живая мета на каждом камне явственно лежит. Экспрессия любого силуэта душе первосущим говорит, чем память здесь, в Японии задета. Я вспоминаю северный гранит. Ты сад камней напоминаешь мне чудесная карельская марена. Представ сначала хаотичной кучей, ты скрытый строй проявишь в тишине работа. Деньурга несравненно, сумел он приверить расчеты случаев. Кстати говоря, мне дзен-буддизм очень много дал как поэту природы. И в моих книжках о карельской природе много идет о дзен-буддистской эстетике. Вот вам пример взаимодействия. Ну, Абиданте я сказал, дайсизм, мой дайсизм от книжечка у меня, да? Ну, кстати говоря, дайсизм тоже как-то генетически связан с будддизмом, это не секрет. И, в общем-то, Вао Цзы даже иногда вообще считается воплощением Будды. Тут много инвариантов, очень много инвариантов, да? И трудно сказать так это или не так, но мысль о том, что вот Ло Цзы и Будды как бы где-то двойники, духовные двойники, это не совсем так. Чем прекрасен дайсизм? Что он дает мне, христианину? Для меня имеет огромный смысл вот это утверждение, что дети наследуют Царство Божие. Мы как-то очень мало передаем внимание, передаем значение этой установки. Дети наследуют Царство Божие. не вы взрослые, а дети. Почему? Ну, вспомните Сократа с его учением в Абонамнезисе. Сократ говорит, ребенок приходит в мир, и у него еще ментальная поповина, которая его связывает с вечностью, еще не порвана. Вот физическая поповина сразу обрывается, а вот эта невидимая, она тянется какое-то время, напрягается и обрывается. Вот у ребенка эта связь сохранна. Ребенок к нам приходит из вечности, мы приходим из вечности, и чем мы ближе к вечности, тем ярче ее память, наша бессознательная, конечно. Дети, они ближе к Богу, чем взрослые. Взрослые это как бы удаление от Бога. Это великие мысли, выявляющие ценность детства. Вот у меня есть книжка «Космос детства», она этому посвящена. начинаем. Так, почему это мне надо? Потому что даосистом это и есть, собственно говоря, философия детства. Лоуцет это взрослый ребенок. Взрослый ребенок, так. И ведь чего достигает даосистовой медитации? Даосист он повторяет методики индейские, конечно. Это мистический, мистический. Мистический вот он един. Вот здесь Рабхришна тысяча расправ. Что делает ведентист, когда он устремляется к брахману? Что делает буддист, когда он устремляется к мирване? Сейчас и здесь не по смертным своем бытии, а вот в плане нашего тварного мира. Они обращают время. Видите? Выдох брахмана. Мир есть выдох брахмана. Выдох. Это процесс. Процесс, который развернутся во времени. нужно развернутое свернуть. Сворачивание времени. Людочка, у тебя проблемы есть. решим. Итак, и версия времени. Это самое интересное и самое глубокое. Вернемся к Сократу, к Платону с идеей анамнеза. Анамнеза – это преподавание вечности. Согласно Платону, наше познание есть преподавание вечности. Что такое преподавание? Это сворачивание времени. Мы обращаемся в свой взгляд куда? В прошлое. И это просто настолько глубокое, что мы выходим за грани времени и оказываемся в измерении вечности. Это великая техника инверсии времени. Я сворачиваю время. Я сейчас ребенок. Я выхожу за границ своей жизни. Я прохожу через всю эволюцию. Кончается земная эволюция, начинается эволюция космическая. Я дохожу до начальной точки, из которой возник мир. Это точка, которую мы назовем Брахманов или как угодно, точка сингулярности. Я свернул время и дошел до начала, до момента Т0. Т0, на любое время. Вот дайсист он гениально владеет этой практикой и здесь дайсисты превоззошли всех других. До сможет остановиться на фазе ребенка. Пожалуйста. И это управляемо. И это очень интересно вернуться в детство и через это возвращение сбросить энтропию взрослости. Мы очень испорчены энтропией. Ребенок нет, ребенок чист. Ребенок вот он несет себе впечатление первозданности. Ну хорошо, я могу уйти дальше. И самое интересное, что я могу уйти куда? Я могу уйти в сингулярность. И это делает. И тут я вспоминаю великий командовый принцип. Великий командовый принцип. для того, чтобы пронаблюдать квантовый объект, надо его создать. Квантовая физика показывает, что на этом уровне нельзя наблюдать объект отстраненно. Вот призывной не кипер вантом, с которого возник мир, а я в стороне. Нет. Квантовая гнациология говорит о взаимолистии между прибором и объектом, между наблядельным и объектом. Вселенная в своем первом проявлении была точкой, была микрочастицей, конечно, особой, конечно, парадоксальной, но микрочастицей. И когда я на нее выхожу, то я с ней взаимодействую. Понимаете, да? Сейчас развивается так называемая квантовая космология, которая соединяет теорию действительности с идеями квантовой физики. Хорошо. Если я осуществил эту инверсию времени, если я дошел до этой исходной точки, если я с ней при своем действии, то я сопричастен творению мира. На мире лежит моя печать. Скорее всего, что так оно и было, и так оно повторяется, воспроизводится. И вот дайсис мне этим очень дорог. Потому что в христианстве сказано, да? Христос говорит нам, людям, да? Иван говорит Иоанна, что вы будете делать больше, чем я. Говорит, что через меня выводите в отца. Помните эту великую мысль, да? А если мы ведем в отца через креста, то войдя в отца, войдя в троицу, мы оставляем позади мир времени, мы оказываем мир вечности. Мир вечности, да? А если мы верим вечности, то нету раньше и позже. Это значит, что мы участвуем в сотворении мира. А как это происходит? Как это можно реально себе представить? Вот дайсизм это помогает понять? Нельзя быть настоящим христианином без дайсизма. Без дайсизма. И дайсизм помогает решить самую главную «Если ты обожился, значит ты творец». Правильно, да? Ведь христианство максималистично. Христианство не любит ничего раз особо. Христианство говорит категориями безусловными. Ты Бог. А Бог это прежде всего творец. Творец какой? Он из ничего творит. И ты учись творить из ничего. Вот, пожалуйста, довоз тебя этому очень делать. Вот у меня здесь есть много центов, которые называются «вспять». «Вспять». Инверсия, да? «Вспять». И двинется громады мира вспять. Пора вернуться в ночь первоначала, не слушать, не смотреть, не осязать. Душа от мертвой дробности устала, жизнь в дольном мире ссылкой опала. Как обрести единое пять, нет выше и прекрасней идеала, а ну, отец вещей и вместе мать. Хоть время я нынче обращаю. Вот пожелтелый лист тянулся в почку, вот стебелек нырнул назад зерно. Я подхожу к таинственному краю и вместе с миром превращаюсь в точку. Теперь мы не раздельны одно. А дальше твори мир. Закладываю у него свои идеалы, свои программы. Это замечательно, прекрасно. Но про ислам я говорить не буду, потому что скоро будет повод нам говорить про ислам. Я тут загрешил, написал еще одну книжку про ислам. Скажу одно, то же самое в исламе. Аллах это единое. Вот раз хулул, за что меня ругают мусульмане, хаваш был великий суфий. А суфия это то же самое что наос, то же самое что исихаст. Они суфия поднимаются к Богу. Я Бог халатш воскликнул на базаре и маяфторию на карельском шаре достанет суфии Бога человеком и мир пересоздаст с Аллахом в паре. Понимаете, да? Вот так. Но это суфизм и очень дерзкий и официальный ислам его не принимает. А как вот суфизм как он поднимает высоко любовь? Мы знаем, что персидская лирика лирика арабская тоже лирика ислама там очень много написано про любовь. Про любовь к Богу, про любовь к женщине. Часто это одно и то же. Понимаете меня, да? И любовь к вину, кстати говоря, надо здесь помнить. Вино, женщина это образы Бога. Лейла и Межну двоимени соединю без страха. Люблю я Лейлу и люблю Аллаха. Вос сердце я давно не разеляю, лишь любящим дано восстать из спраха. Понимаете? да? Вот. Так что я вот, видите, то, что я делаю сейчас, это такая игра в бисер. Высокая игра. Конечно, меня, скажем, не поймут даосы, буддисты, мусульмане уже не понимают. Ну и ладно, мне-то что? Я живу в этом мире и мне я свою анасферу нашу как свою нишу. И я знаю, что если мне сегодня трудно в христианстве, у меня есть убежище в буддизме. В буддизме мне сегодня дискомфортно. Я перейду в дайсизм и вернусь ко мне в себе. Хорошо. Ну вот, значит, мои книжечки здесь у меня вот под рукой. Ну вот, заключение я скажу про зероастриизм. Зероастриизм. Знаете, вот сегодня фактически не существует какие-то очень маленькие очаги вот этих огнепоклонников. Есть, конечно, но это когда-то была очень мощная религия персы, персы, да, персы, иран, иранцы, да, это индоиранская общность, это то, что связано с Индией, это произошло великое разделение народов. Так, иранцы отошли сюда, в сторону Европы, иранцами, при этом происходили очень интересные преобразования архетипов, то, что в Индии имело знак плюс, у них получалось знак минус, и наоборот. Но чем велик зероастризм? Он все равно оставил колоссальный след в истории культуры, колоссальный след, нестираемый след. Вот, это его дуализм, это учение о том, что есть два начала в мире, добро и зло. просто так. Эти начала несовместимы, непримиримы, одно другого не зависит. Очень мощная религия, вот это то, что называем дуалистической космогонии. крайне интересный миф лежит в основе зероастризма. Один из самых гениальных мифов в истории, конечно, нашей сферы. Вот такой бог Зерван, вот у меня есть, о нем немножко написано, да, да, есть даже иноксанты Зерван, вот здесь у меня, да, Зерван. Ну, это как бы персонаж, но тоже это абстракция. Зерван это бесконечное время, то есть вечность. миф имеет свою логику, не будем мне сейчас разбираться, а скажу главное, вот Зерван это тоже воплощение единого. И вдруг Нирвана стала, так, извините, пожалуйста, поговорить немножечко так, по-описательски, Нирвана, Зервана стала тоскливой, он один, и нет ничего другого, кроме него. Вот, единый бог, как он одинок, вот христианство в одном плане снимает проблему, троица, она вечная троица, вот три ипостаси, они друг друга любят, Эль-Рублёв это генерально передал, и нет вопроса, чем троица занимается до сотворения мира, до сотворения человека, самой собой занимается, а вот когда нет троицы, есть один бог, одно начало, вот тут звучит мотив одиночества, это мотив уникальный, единое переходит в тему одиночества, и Зерван молится, чтобы у него родился сын, вот здесь начинает работать архетип бога отца, то, что потом христианство получит окончательное воплощение, молитва не дает никакого результата, кому молится это, не будем спрашивать, я говорю, у мифа своего века, вот гениальный ход, у Зервана появляется сомнение в самом себе, сомнение, значит, он двоится, двоится, раздваивается, и поэтому он защищал сразу двух становений, бога, это Ахурамазда, так, воплощение светлого начала, и это Ариман, воплощение начала негативного, агроманию, я даю вам последние такие популярные транскрипции этих имен, да, и вот у него рождается двоя, должен был рождиться поначалу светлый бог, это вроде бы был лучше для нас с вами, а вот Ариман, он узнал о том, что его может близнец опередить, брат, и вот вышел мир первым, и мы сейчас живем под властью зла, когда-нибудь произойдет битва добра и зла, это очень не скоро будет, и эта битва кончится победой добра, но зло будет сожжено, тут нет идей преображения зла, посредления зла, классический зарослим считает, что добро может взять вверх окончательно, но не в очень далекой перспективе, сейчас вот надо исходить из того, что вот есть эта полярность, есть этот дуализм. Средизм очень сильно повлиял на манихейство, это второй век, мания, это тоже персидский иранский философ, но манихейство дало целую гроздь, целую гроздь сект, это и альбекойцы, и катары, и богомилы, у нас за нежье записывались легенды, космогонические, несущие на себе печать дуализма, этого дуализма иранского. Но вообще для славян это не характерная серта, дуализическое сознание. Но у них есть дуализм, он еще благодаря очень, вот он очень влиятельен. Я понимаю, почему люди исходят из того, что в мире добро должно быть равновешено злом. Это велосипед, которое как-то спонтанно рождается, без всяких знакомств, без всякого знакомства с Ираном, с Персией. Вот почему есть зло? Для того, чтобы ты лучше чувствовал добро. Принцип контраста, принцип, который очень хорошо прочувствовал Августин Блаженный. Читал, что Бог мастер красноречия и локвенции и Бог говорит на двух языках, язык добра и язык зла, для того, чтобы через контраст мы поняли то и другое. Вот. Хорошо. Но очень красивая вещь, очень красивая вещь зарастризм. Тем вечер, что конечно нишевский и так говорят заратустра никого не ничего.